Самый любимый и самый покупаемый продукт из декоративной косметики это тушь. Именно тушь возносит наши ресницы ввысь, а нас самих на пьедестах восхищение красотой. В этом видео я с огромным удовольствием поделюсь с тобой своими самыми любимыми тушами и расскажу, за что именно я их люблю. А ты подпишись на меня, ведь я очень полезная. Магнитная тушь от Benefit. Я так и не поняла, что в этой туши именно магнитного. Щеточка достаточно большая и не подходит для прокрашивания самых маленьких ресничек в уголках глаз. Но зато в остальном великолепно разделяет и делает огромные большие классные ресницы. Люблю эту тушь и по моей личной статистике больше всего вопросов, а что у вас за тушь на видео, собирала именно эта малышка. Следующая тушь 1 миллион подписчиков от Artvisage. Эта тушь самая любимая тушь одной из моих самых любимых подруг. Она всегда так ее хвалит, что я тоже начинаю с почтением относиться к этой туши. Artvisage за свою небольшую цену дает действительно крутое качество. Дальше тушь, которая в моем сердечке занимает особое место. Это Yves Saint Laurent. Я обожаю в этой туши практически все. Начиная от запаха и заканчивая ощущением, что с ней у меня в два раза больше ресниц. Следующая моя любимица тоже из легендарных. Lancôme Hypnose. Признаюсь, я люблю большие пушистые щеточки, наверное, больше остальных. Мне кажется, что они и ресницы делают такими большими, объемными и классными. И еще немножко люкса Estée Lauder. Тоже огромная щеточка, но с одной стороны щетинки больше, чем с другой. И за счет этого можно прокрасить как самые маленькие реснички в уголках, так и придать супер объем крупным ресницам в центре. По упаковке можно подумать, что это снова люкс. Но в такой шикарной, интересной упаковке русский бренд RBG, Russian Beauty Guru. И сама тушь называется Черная Москва. У нее тоже очень фантазийная щеточка, которая помогает подобраться к самым маленьким ресницам. Но основное качество этой туши в том, что это термо-тушь. И она смывается теплой водой, снимается чулочками с ресниц. И это значит, что холодный дождик, снег и град эта тушь выдерживает с легкостью. А вот смыть ее, ее не то что случайно смазать, ее специально смыть достаточно сложно. Так что если вам нужна стойкость, то это Черная Москва. Дальше тушь, которая по щеточке является очень близкой к моей любимой Yves Saint Laurent. Конечно, по дешевому пластику видно, что тушь от Lovely очень бюджетная. Но когда она на ваших ресницах, этого не скажешь, потому что тушь классная. Настолько классная, что имея несколько люксовых открытых тушей, я вот эту использовала практически до конца. У меня флакончик практически уже пустой. Я знаю, что нельзя пользоваться долго одной тушью. Я знаю, что тушь надо постоянно менять. Я прекрасно понимаю, что нельзя держать одновременно много открытых тюбиков. Но я блогер, я вынуждена их открывать, чтобы тестировать их для вас. Можно ли говорить про бюджетные классные туши, не упомянув Vivienne Sabo? Мне кажется, нельзя. Кабарет Latex, тушь для тех, кому нужна супер водостойкость. Только обратите внимание, что тушь не моментально становится водостойкой. Ей необходимо небольшое время закрепиться на ресницах. И тогда можно просто поливать себя из шланга, и тушь останется на месте. Кабарет Premier в золотой упаковке. Кто-то их обожает, кто-то считает их переоцененными. Я эти туши люблю, особенно свежеоткрытые флакончики. Тогда они действительно проявляют себя во всей красе и смотрятся бесподобно, делают ресницы достающими до бровей. И настоящим открытием попадания мне в самое сердечко стала вот эта красная тушь Dramatic от Vivienne Sabo. Логика мне подсказывает, что это тот же самый кабарет Premier, только в другой упаковке. Но именно эта тушь дает мне на ресницах эффект влажного наращивания. Когда реснички склеиваются просто в идеальные тандемы и смотрятся классно, густо, разделенно, элегантно, восхитительно и просто какая-то магия. Вот с этой тушью такой магии у меня не было. Вот с этой тушью эта магия у меня есть. Может быть мне попался волшебный флакончик? Не знаю, но эту тушь я обожаю. Больше чем вот эти две туши я обожаю только тебя.